здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я работаю живу в нью-йорке и сегодня мы продолжаем с вами распаковывать посылку и винтажными украшениями из калифорнии но пару украшений хочу вам показать потому что за них очень многие распереживались вот это был кусочек не знаю чего может быть колье может быть браслет компании три фаре из маркировочка чем я на видео не заметила мне очки подсказали я сделала из него браслет я добавила с одной стороны такую крупную шприангельную застежку с другой стороны линейную цепочку и еще валялась короче нашла отдельно еще одну бусину выпавшую и я ее оформила вот такими шапочками и соединила с цепью и таким образом у нас получился очень эффектный браслетик так что не переживайте с ним все хорошо единственное что я не увидела где там а вот здесь вот еще одно или она выпала уже в процессе она такое ну она уже а даже не этот здесь есть она старая и даже вот сейчас все бусины на месте через 15 минут может оказаться что по выпадают они вроде как держатся но так себе не очень вот дальше это тоже в том же видео что и браслет был было за колье мне многие в приват за него спрашивали значит я его восстановила здесь небо не хватало очень много кристаллов каким образом мне повезло это оказывается был сет и есть такие точно клипсы с таким же ассортиментом камней у меня в одиночных серьгах вот такая клипса завалялась одна она была конечно очень красиво мне ее было жаль разбирать но по факту я ее разобрала и у меня получились абсолютно все родные не просто винтажный а родные трифаревские бусины ой бусины кристаллы стразы и таким образом мне удалось остановить этот браслетик в таком аутентичном виде так и еще по поводу этой броши тоже интересовались значит это серебро стерлинг видимо благо это позолота она слезла но это серебро так что вот так так ну что поехали дальше дам значит брошечка слоник такая папу она у него красивая золотая черный глазик до черный зеленый не зеленый наверное даже да здесь усыпан стразами одного кристаллика маленького не хватает рабочая застежечка и маркировочек и не вижу так малюсенькая брошечка не знаю кто это это снеговичок наверно в красном шарфике и в шапочке это все кристаллы они так сверкают маленькая-маленькая брошечка не знаю полтора сантиметра наверное ну два максимум так еще одна брошка пи замочек на клёпе сороковые пятидесятые думаю что это мамзель да скорее всего да мамзель у нее целая есть весь алфавит буквами знаю люди которые собирают эти алфавиты у них нескольких компаниях есть так мы смотрели с вами серьги и были абсолютно такие вот сережечки один в один может быть это даже какой-то сет ну в любом случае кулон в виде раковины ракушка такая да створ очка и тоненькая под золото цепочечка тоненькая-тоненькая нежная красивая плетение шпрингельный замочек маркировочек я никаких не вижу я уже даже не говорю нет я говорю не пишу то мне потом как так как вы не увидели три фаре вы видите как бы я через камеру смотрю во первых мне ничего не видно во вторых я не тоже не хочу сильно копаться затягивать потому что я знаю что когда ты смотришь и кто-то рассматривает что-то думаю всех разные потребности в просмотре и тогда это такая нудятина я просто стараюсь зафиксировать украшение на какой-то период времени что вы могли сделать стоп если вам нужно рассматривать его там 20 минут то вы пожалуйста делайте стоп и рассматривайте что мы большинство людей не любят когда это очень долго я тоже не очень люблю когда одно украшение возьмут и минут полчаса так мане цепочка там бисмарк на плетение называется укрученная просто цепочка ничего особенного надо красивый подвес тогда она станет лучше так еще одна интересная цепь с подвесом где даже мне кажется что это натуральный перламутр и на нем типа резьба вставлена в рамочку snake длинительная цепочка lobster see each но очень ничего так себе такое нежненькая симпатичненькая так еще один браслет стразовая цепочка все на месте замочек коробочка рабочее состояние я не вижу тут маркировки такие браслетики хорошо смотрятся всегда и украшения никогда не бывают проект в проигрыше проигрышными так вы смотрите какая котейка то есть контуры котейки у нее на шее типа повязочка с какими-то розовыми даст разами так но нет иголочки надо иголочку поставить и маркировочки кстати тоже нет что то есть я честно ожидала здесь написано будет джей джей но здесь ничего или да тут ничего нет то есть они подготовили под маркировочку мы забыли про маркироваться брашированная поверхность задняя передняя глянцевая и контуры котейки так еще один браслетик такой очень миленький золотой тон состоит из элементов отдельных которые соединены между собой каждый элемент выполнен из металла золотого тона и эмалевых вставок черного и белого цвета замочек коробочка маркировки я так понимаю нет вот уже так ничего так еще одна цепь тут она как ювелирка крепится то есть имеет защитный механизм маркировок я не вижу крученная цепочка золотой тонн может быть по золота есть поэтому такой замок вполне такой вполне может быть браслетик очень тоненький нежненький жемчужинка в оплёточке такой дальше тоненькая цепочка замочек шпинельный и это на пьем такой девичьи нежный нежный девичьи так еще одна цепочка что это три фарида может запутанные волосы чита это странная такая цепь я вам хочу сказать прям странная но неудивительно что она вырвала клок волос потому что мне надо почистить конечно все волосах она будет вырывать она видно по ней что она такая дальше очень нежный такой подвес жемчужинка капелька тоненькая тоненькая цепочка такая тонюсенькая прямо тонюсенькая при тонюсенькая и это три фаре видите примерный замочек такое очень прямо сама синенькая все я такие украшения не люблю даже если это и три фари его не видно украшение должно быть видно хорошо я так считаю так брошечка такой абстрактный цветок это георгий на наверно дам чередуется аббрашированная глянцевая поверхность золотой тонн рабочая застежка 40 метр и такая достаточно известная брошь крайне мере я ее видела не раз дальше еще один браслетик манны чтобы на голды похоже замок сделали защитная цепочка есть сам браслет это крупная цепь и вот такой подвес шар миксова для тех кто очень умный наверное браслет что если не умный все уносить нельзя так такая очень интересная украшение на шею замочек бочонок такой закручивается 40 внутри маркировочка и это украшение сделано из цепи из сеточки две сеточки закрученные по типу бисмарка так идем дальше цепь крупная крупные звенья брашированные прямо крупная крупная это 40 вентрии замочек крючочек ну сюда надо подвес какой-то тут нечего тут раздумывать сейчас я гляну у меня тут где-то под рукой не видела если я быстро сейчас найду слегка и вот кто 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 Продолжение следует... Есть такой, например, да, надо бы подойти. Еще у меня был... Второй, наверное, я быстро не найду. Там был такой, такого тона интересный крест. Нет. Может быть, еще вот такой у меня есть. Но это, наверное, очень крупный. А может быть и нет. Только нужно придумать, как его подвесить. Может быть, это нормально, как считаете? Или такое? Или что-то среднее надо по размеру? Ладно. Надо пускать, потому что у меня целый кулек с этими подвесами есть. Так, ну, хорошая цепочка. Найдем что-нибудь, на нее прицепим. Так, еще одна цепь. Нет, даже две. Это, я так понимаю, мане. Немножко в патине. Такие симпатичные у них плетения, необычные. Да, такие, смотрите, маленькие кубики, соединенные между собой. Мане. Так. И еще одна тоже очень симпатичная. Кто это, я не знаю. Сейчас я посмотрю. Это на пье. Оно вот так выбито полукругом. И очень красивые такие элементы, посмотрите, филиграмные. Перемежаются с цепочкой. Ну, коротенькая, чокер. Очень симпатичный. Здорово. Мне нравится. Так, идем дальше. Что-нибудь такое. Сейчас надо интересно вытащить. Ну, не знаю, как вам это будет интересно. В общем, что это такое? Это medical браслет. Значит, здесь снимаются вот такие кнопочки. То есть оно продается изначально в такие кнопки. И покупается в зависимости от того. То есть он хорошо сделан, хорошего качества. Какие у вас заболевания. Вставляйте кнопочки. То есть вот смотрите. Причем здесь три. Ну, есть их пять. Таких вот. Есть еще там больше. Ну, в зависимости от проблем. И человек набирает все кнопочки. Ну, здесь одну, видно, с запасом взяли. У этого человека была медицинская аллергия. И гипертоническая болезнь. Ну, такие носят. Ну, это те люди, которые носят, которые понимают, что с ними может что-то случиться. И потребуется срочная медицинская помощь. Они, например, будут без сознания. Например, какой-то инсульт, да. И чтобы ей ничего не ввели, она информирует, что у нее есть аллергия. Тогда докторы посмотрят чат внимательнее. Поднимут там информацию по ней. Вот какая божественно красивая. Только одного кристалла нет. Просто сверкает. Почему они так сверкают? Просто сказочно. Гляньте. Что такое? Что такое? Баршированная поверхность. Маркировочек нет. Игулочка целенькая. Ушки длинненькие. Очень. Ну, Саровский, наверное. Красота. Еще одна брошь. Это бабочка. Металл желтого цвета. Такого золотого тона. И эмаль. Красивая такая шиммерная эмаль. На крылышках усики у нее все есть. На клепе застежка. Маркировочек нет. Дальше. На подложечке кулончик. Луковка Пи. Моне. Для Полин. Для Паулин. И так далее. Так. Браслетик. Посмотрите, какой симпатичный. Двухрядный. Крупный пристал по центру. Ну, тут маркировок не будет. Правила такие. И украшения, почему-то с кристаллами. Такие стразовые. Они не маркировались. Они продавались в коробках. У меня есть несколько наборов аутентичных. В оригинальной коробке. Там на коробке все написано. Симпатичный. Хороший браслет. В хорошем состоянии. Все кристаллы на месте. Только одевайте и носите. Одевайте и носите на здоровье. Так. Еще один браслет. Ну, здесь натуральные камни и стекло чередуются с проставочными бусинами желтого тона. Лобстер обычный. Маркировочек нет. У тебя улексит есть. И так далее. Так. Здесь вообще на подложке, на пье, колье. Ну, такое. Ничего особенного. На цепь, да? На цепь собрано. Трубочки и бусины. Металл под серебро. Ну, это уже, наверное, позднее, скорее всего, да? На пье. Даже на самом колье уже маркировочки даже нет. Видите? Уже маркировка только на этом бумажном шилдике. Так. Что-то похожее у нас было, да? Только там с кристаллами были такие трубочки полумесяцем. И образуют весьма симпатичное колье. Его единственное, что, наверное, надо выкладывать, когда одеваешь, скорее всего. Но побольше размером, чем топ-то, была совсем маленькая, шпингельный замочек, маркировочка Сара Кавентри. Вот такое колье. У нас симпатично будет смотреться на шее. Только его единственное, что реально надо вот так просто выложить, чтобы они смотрели все в одну и ту же сторону. Не получается сейчас. Ну, короче, оно перепутанное, закрученное. Его надо выложить. Один раз нормально распутать. Так. Еще одно колье на пье. Шпингельный замочек. Металлические бусины, собранные на цепь от малого к большому. Ну, и такие бусы. Просто металлические. Серебряного тона. Хорошее состояние. Ну, в два раза не поносишь. Ну, кто любит бусы. Для тех самое оно. Так. Смотрите еще. Какой симпатичный барселет. Тоже на пьер. Скрученные три цепи. И два снейка под серебро. И под золото такой сложный. Красота. 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 Так. Вот посмотрите, какое интересное тоже колье. Что у нас тут в плане маркировочки. Кент. Что это? Ченел. Ченел Кент, наверное, да? Не знаю, что это. Замочек, крючочек. Добавочная цепочка. Вот это, мне кажется, деревянные бусины. А вот это стекло. Смотрите, какое красивое стекло. Арт-стекло. Вообще красивее, я знаю. Очень красивое. Они все разные. Это как бы не ручная работа. Смотрите, они похожи, но они совсем все по-разному сделаны. Они не одинаковые. Не штамповка. Хотя и мурана такого плана есть. Может, это и муранское стекло. Так. Ну и будем мы заканчивать. И закончим, посмотрите, вот таким великолепным щекером. Это тоже на очень маленькую шейку. К сожалению. Но тут единственное, что выход какой. Можно сделать, увеличить добавочную цепочку. Это очень старенькая вещичка. Посмотрите, какая она красивая. Я думаю, что это ручная работа. Все это собиралось вручную. И вот эти все элементы. Все это пришивалось вручную. И смотрится это офигенно красиво. Я думаю, что можно сделать длиннее. И за счет этого, то есть передняя часть шеи в любом случае будет украшена. А то, что там сзади, то уже такое. Да? Так что на этом мы сегодня закончим. Мне кажется, что посылочка неплохая. Есть что посмотреть. Так. И будем, как я уже говорила, будем чередовать разные видео, чтобы было интересно. Ну и эту коробочку досмотрим до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Что бы вы хотели, может быть, изменить. Может быть, хотели увидеть какие-то украшения, которые в вашей стране невозможно купить. А я здесь смогла бы приобрести и вам его показать. Вот. Поэтому спасибо за просмотр. Мне очень приятно, что вы приходите, что вы смотрите. Всего хорошего. Have a good day. Bye-bye. Ваша Ника.